Как ни говори, сколько эпидемий было по миру, там чума и все проще. Все было остановлено чем? Прививками. Виталий Андреевич свой календарь прививок на осень уже расписал. Сегодня череповчанин делает укол от гриппа, а в октябре придет на ревакцинацию против ковида. По рекомендациям врачей, перерыв между двумя прививками должен быть минимум 30 дней. Александр Грибов тоже планирует вакцинироваться от гриппа, но сегодня пришел ввести второй компонент спутника. Первый перенес хорошо, говорит мужчина. Все думал, чтобы не навредить себе, но вижу, что люди нормально переносят эти прививки и, в общем-то, надо делать. Иммунизация против гриппа началась в сентябре. В Череповце пока вакцинировались порядка 6 тысяч человек. Препарат есть, отмечают чиновники от здравоохранения. В город привезли 42 тысячи доз сови гриппа и почти 6 тысяч ультрикс квадри. По плану необходимо привить 207 тысяч жителей, в том числе 54 тысячи детей. В прошлом году этих показателей достигли и, как результат, говорят врачи, не было выявлено ни одного случая гриппа в Череповце. В прошлом году, скорее всего, во-первых, мы очень большое количество народу вакцинировали. Очень хорошо прошла кампания. У нас есть, в принципе, приверженцы вакцинации от гриппа. И люди понимают, что это важно, что это нужно. И эпидемии, как таковой, не было не только в прошлый год, но и два года ранее. Это связано с активной иммунизацией населения. В этом году медики рассчитывают на повторение подобной ситуации, хотя первые случаи заражения гриппом в России уже зафиксированы, но не на Вологодчине. В седьмой поликлинике пункт вакцинации против гриппа работает весь день. Кроме медучреждений, привиться также можно в крупных прививочных центрах. Новом веке, Алмазе, Ледовом дворце и Комсомольце. Также мобильные пункты есть в пенсионном фонде и МФЦ, а передвижной находится у июня. С прошлого года национальный календарь расширился новыми профессиями, для которых вакцинация против гриппа стала обязательной. К педагогам и медикам прибавились социальные работники, работники многофункциональных центров, государственные и муниципальные служащие, работники таможни и Министерства внутренних дел. И те, кто оказывают услуги населения, а также те, кто работают вахтовым методом. Врачи советуют, если еще ни одна прививка не сделана, то в первую очередь стоит отдать предпочтение вакцине против коронавируса. Эпид-обстановка с ковидом по-прежнему сложная. Сейчас в Череповце вакцинировались чуть больше 85 тысяч человек. Мы ожидаем и прогнозируют федеральную службу появления гриппа. И в этом ситуации очень достаточно серьезная проблема циркуляции двух вирусов. И в первую очередь мы должны сегодня не только привить взрослого населения от коронавируса, но и детское от гриппа. Для того, чтобы вот эта симбиоз двух инфекций не вызвал тяжелые последствия у нашего молодого подрастающего поколения. Не только говоря о старшем. Медицинское сообщество пока не может точно спрогнозировать, насколько тяжелой будет эпидемиологическая обстановка, когда оба вируса начнут циркулировать в обществе. Поэтому пока есть время, врачи советуют соблюдать профилактические меры, в том числе сделать прививку. Александр Шагачев, Анатолий Холин, Новости. Субтитры создавал DimaTorzok